друзья всем привет сегодня будет видео относящиеся к моему заказу заказ заключается в том чтобы сделать бусины такой форме я и делала сама и необходимо нам воспроизвести рисунок на мясе да вы не ослышались именно на куске мяса вот такой проект я вам решила показать как же я буду делать эти мясные бусы используя для этого я буду чернила котлеевич инкард белый оранжевый темно-серый и винный я такие бусы еще не делала поэтому посмотрим что у нас получится также я буду использовать эпоксидную смолу artline crystal эпокси поскольку она идеально подходит для создания такого рода украшений для вообще для любых и вот такие баночки это обычные баночки из под соусов они маленькие и меня не подходит то есть мы ими заменяем наши стаканчики чтобы их не обрезать теперь замешиваем смолу по инструкции вот так выглядит наша смола после замешивания я ее немножко прогрела чтобы процесс племеризации пошел быстрее поскольку мне нужна будет смола близко похожая по консистенции на клей для того чтобы рисунок нашего мяса линии они не смешались друг с другом то есть это очень важно иначе этого эффекта не получится нам необходимо выбрать основной цвет и несколько дополнительных я буду брать темно-оранжевый за основу то есть его будет больше всего даже не темно-оранжевый красноватый оранжеватое что-то такое потом у нас идет белый это самый светлый бордовый и что-то среднее между бордовым и оранжевым чтобы сделать переход небольшой я очень надеюсь у меня получится поэтому поддержите меня поставьте лайки заранее и подписывайтесь на канал и так заливаем нашу смолу в баночке и немножко я оставлю стаканчик я всегда так делаю поскольку прозрачная смола может нам тоже пригодится либо же окрастью другой цвет также берем еще четыре палочки для того чтобы можно было цвета размешать в емкостях берем чернила и замешиваем гамму нам необходимо иметь плотные цвета они прозрачные поэтому мы будем замешивать все через белый цвет таким образом создается плотность с помощью наших чернил то есть пигменты мы использовать для этого не будем добавим пока по 6 капелек потому что всегда лучше сделать светлее и затемней чем потом высветлять это всегда сложнее белый хорошенечко встряхиваем перед использованием как вы видите я часто юзасы чернила поэтому они в таком виде поэтому не пугайтесь замешиваем пока то что у нас есть посмотреть на нашу гамму смотрите какая плотность на самом деле можно даже не перемешивать хорошо поскольку это дополнительные эффекты в данном случае они нам пригодятся самое главное для замеса цвета это собирать чернила со стенок поскольку они именно цепляются за стенки теперь беленький у нас попал немножко чернил но это не страшно вот такой белый цвет получается и последний у нас средний между оранжевым и бордовым вот такой обалденный цвет с переходами довольно таки резкими даже не буду размешивать теперь нам необходимо немножко подождать пока наша смола подхватиться и станет более густой для того чтобы когда мы будем лить из каждой баночки форму она не успевала перемешаться в процессе пилимеризации чтобы не превратилось все в итоге в кашу пока наши цвета еще более жидком состоянии я решила взять формочку которыми прислал наташа попова для пуговок хочу попробовать что получится пуговки я пока еще не делала для меня тема интересна я буду сейчас работать одной палочкой здесь смешение цветов допустимо в любом виде поэтому просто накладываем их пуговки то есть принципе ничего сложного просто уложили цвета и чуть-чуть перемешали все что нас осталось лишнее на форме затекло мы все спокойно потом уберем либо в жидком виде либо обрежем когда смола уже постоит сутки и так делаем с каждой пуговкой самое главное в создании бусин пуговок и так далее это убрать пузыри поскольку наша форма будет тогда испорчена то есть имеется ввиду форма бусин и пуговиц теперь пуговки протираем есть вот такая вот палочка и убираем все лишнее все оставшееся просто отмоется мыльной водичкой теперь возвращаемся к нашим бусинам и делаем в принципе то же самое одной палочкой добавляем цвета делаем это в хаотичном порядке желательно чтобы вся смола стекала со стенок так рисунок будет еще лучше в любой работе со смолой вы должны понимать что конкретно тот рисунок который вы задумали с фотографией прям четкая копия такого не получится поскольку все-таки смола ложится как ей вздумается то есть одно дело когда мы пишем картину мы знаем где какой цвет должен лежать мы можем это контролировать смоле это полностью не получится и будьте к этому готовы что потом не расстраиваться воспроизвести гамму нам удалось это уже хорошо потому что одно дело цвета в баночках а другое совсем цвета уже самой форме я вам советую использовать белые баночки чтобы четко видеть цвет поскольку есть многие умельцы которые рекомендуют вместо силиконовых форм допустим вместо белых форм использовать формы из фикс прайс они цветные и в них вы не увидите того оттенка который вы замешали то есть он будет приглушаться цветом формы друзья наши камушки высохли давайте посмотрим что у нас получилось не знаю похоже на мясо вот такие вот кусочки лично для меня мясо не напоминают отдаленно но в принципе что-то общее такое в декоративном виде есть теперь давайте глянем пуговицы мы выглядят очень даже симпатично то а это такая с пояском это прям мяско-мяско и малюсенькие рубашечные если вдруг потеряли от рубашки пуговку и запасную вы тоже потеряли покупайте такую форму и сможете сделать себе пуговки любых цветов единственно нужно будет их подрезать все это лишнее убрать после того как все бусины залиты я заливал три раза поскольку у меня нет большой силиконовой формы что нам необходимо сделать дальше поскольку наши бусины все-таки не идеальны нам необходимо отшлифовать вот этот край острый вот убрать эти пузыри либо же просверлить отверстие дальнейшем уже здесь я в одной бусине уже просверлил отверстие но найти эту бусину я не могу поэтому будем смотреть детально а вот как раз я ее держу искал искала и вот она оказалась тут то есть вот такое отверстие нам необходимо будет засверлить давайте обо всем по порядку Для того, чтобы отшлифовать наши бусины, нам потребуется гравер и наждачная лента. Сколько здесь грит, я точно не знаю, но похоже, что грит 200 или 180, скорее всего, 180. У меня как раз сейчас идут с более мелким зерном ленты, я их довольно-таки долго жду, поэтому пока будем шлифовать именно ей. Касаемо мер безопасности, нам необходимо, чтобы органы дыхания при шлифовании были защищены, поскольку эпоксидная смола в сухой шлифовке при вдыхании является очень вредной, поэтому защищаем себя максимально. Кстати, хотела показать вам маленький лайфхак. На случай, если у вас засорилась наждачная лента, либо наждачный диск на шлифовальной машине, гравюре и так далее, он обычно забитый, и мы стандартным образом все это выбрасываем. Я нет, я не выбрасываю и стараюсь выбрасывать минимально из того, с чем я работаю в принципе. Смотрите, что можно сделать? Его можно почистить. Есть специальные чистилки для наждачной бумаги, бруски, и стоят довольно-таки недешево. Поэтому, какое я нашла решение? У меня есть остатки силикона от силиконовых молдов, я их не выбрасываю, всегда оставляю, мало ли пригодятся. И вот берем такой кусочек, конечно, лучше сделать брусок, у меня пока руки не дошли до этого, я просто складываю вдвойне этот кружок, включаю гравюр и начинаю вот таким образом по нему ходить. Вот смотрите, вот такая забитая наждачка, мы сейчас попробуем ее очистить. Данный способ действует, если наждачка забита не окончательно, то есть не смолами древесины или клеем от горячего пистолета, например. Вот смотрите, уже на глазах у нас появляется полоска с чистой наждачкой. Продолжаем. Смотрите, как новенькая. Кое-где, конечно, есть совсем забитые участки, но уже не так, как было это изначально. Поэтому пользуйтесь, надеюсь, что вы это оцените. Кому понравился лайфхак, ставьте лайк. Информация для тех, кто не знает. Долго работать гравюром не рекомендуется, поскольку он, как и любой инструмент, может перегреться. Поэтому поработали немного и даем ему 10-15 минут отдохнуть, как и себе, и почистить наши ручки. После того, как все наши бусины отшлифованы, нам необходимо убрать с них лишнюю пыль. Поскольку после шлифовки у нас остались вот такие некрасивые участки, нам необходимо замешать эпоксидную смолу и тоненьким слоем, практически пальчиком пройтись по этим участкам, чтобы добавить им блеска. Поскольку полировальных дисков на гравер у меня нету, поэтому можно покрыть дополнительный слой. Для того, чтобы закрепить бусины ровно и чтобы смола с них не стекала, я взяла коврик для резки, ему уже лет 150, поэтому он в таком виде у меня. Нам необходимо на нем закрепить тонкие пласты пластилина, для того, чтобы эти бусины временно зафиксировать. Для этого мы пластилин хорошенько раскатываем и растягиваем. Разного рода приблуда для пластилина у меня нету, прижималки, распласталки и так далее. Все это я делаю вручную, то есть кладем этот пласт вот сюда, прижимаем его хорошенько, берем бусину и укладываем ее стороной, где будет покрываться эпоксидная смола, сверху, то есть вот таким образом. И то же самое делаем с остальными бусинами. Самое главное, чтобы жир от пластилина не попадал на сами бусины. Располагать их лучше рядом друг с другом с отступом небольшим, на случай, если смола протечет все-таки, чтобы она не задела другую бусину. Также обратите внимание, здесь остался незалитый пузырь, туда тоже должна попасть эпоксидная смола, чтобы закрыть этот участок. И также делаем остальные полосы. Я наклеила их таким образом, стараясь соблюдать некоторое расстояние, для того, чтобы, как я уже говорила, смола от одной бусины стекающая, если вдруг не попала, на рядом стоящую. Теперь замешиваем смолу. Хотела вам показать, что у Artline изменилась упаковка смолы, и теперь она выглядит таким образом. По-моему, довольно-таки стильно. Давайте откроем, посмотрим. Мне нравится. И удобно, и красиво. После замешивания смолы нам необходимо покрыть тонким слоем каждое несовершенство нашей бусины. Для этого берем какой-нибудь тонкий инструмент, либо шпажка, либо вот такая штучка у меня есть, похожа на тонкое-тонкое шило. И ей наносим эпоксидную смолу на каждую бусину. Процесс довольно трудоемкий, но это стоит того, чтобы клиент получил в итоге красивое и качественное изделие. После того, как мы покрыли все наши бусины тонким слоем смолы, мы это все дело оставляем до полного отверждения смолы, то есть на одни сутки. Желательно прикрыть коробом бусины, ну вообще любые изделия прикрывать, поскольку попадает пыль, кошки, дети, чтобы не было лишнего мусора на наших работах. Все, оставляем. Наши бусины высохли, смола отвердилась. Вот так они стали смотреться, то есть никаких следов шлифовки у нас не осталось. Сейчас просто берем просверливаем отверстие. Для этого я буду использовать также гравер с самым тонким сверлом 1,5 мм. И снова не забываем про меры безопасности органов дыхательных путей. В каждой бусине нам необходимо выбрать место, где будет располагаться это отверстие. То есть мы можем просверлить как с этой стороны, центр, либо же по вертикали. То есть тут каждый выбирает сам, как ему больше нравится. Я буду сверлить по вертикали каждую бусину, для того, чтобы потом собралось ожерелье и выглядело более гармонично. Такое аккуратненькое получается отверстие. То же самое проделываем с каждой бусиной. Имейте в виду, большое количество оборотов здесь не нужно абсолютно, поэтому работаем на минимальных, чтобы можно было контролировать процесс сверления. Я для удобства сразу все бусины сниму. Может быть такая ситуация, что остались незалитые участки, то есть такие пузырьки. Это те места, куда я не попала в форме смола из-за сильной вязкости. Поэтому отверстие сверлим прямо тут и посмотрим, как оно будет выглядеть. Очищаем все от опыла и получаем ровное и аккуратное отверстие. Как с одной стороны, так и с другой. Вот так мы вышли из ситуации. И делаем все то же самое с остальными бусинами. Итак, все наши отверстия просверлены в бусинках. Смотрится очень даже аккуратненько. Останется просто почистить бусины и отправить их клиенту. Как вы, возможно, заметили, гравер отлично подходит для этих целей. Но в том случае, если у вас есть специальный переходник. Поскольку сам гравер выглядит так. И изначально это его основная ручка. Но рука от него устает и мелкие детали делать не очень удобно. Поэтому существуют вот такие переходники. Полностью объектив не влезает. Но, в общем, это гибкий шланг, тоненький, с такой насадкой. И очень удобно держать эту ручку в руке. Довольно плотно, ничего не выскакивает и не выскальзывает. Друзья, я надеюсь, мое видео оказалось вам полезным, а также интересным. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И рекомендуйте видео к просмотру своим друзьям. А с вами была Алиса и Катрия Чудо-Тарт. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok